Джо, давайте начнем с последних новостей из Украины. Ужасное нападение на Киев, на Кременчуг. Как вы можете объяснить, почему это произошло именно сейчас? Можно ли, например, сказать, что это такая реакция Москвы на решение Турции одобрить вступление Финляндии и Швеции в НАТО? У меня нет конкретных данных от источников, которые бы объяснили это. В моем понимании, все это ответ на предоставление оружия Соединенными Штатами и НАТО Украине. Я видела заявление Российского министерства иностранных дел. Они утверждают, что пытались уничтожить оружие и боеприпасы в здании неподалеку. Одно из главных правил журналистов – всегда показывать обе стороны конфликта. Как это работает сейчас, во время этой войны? Потому что ведь даже сейчас, после нападения на Киев и Кременчуг, российские официальные лица говорят, что это фейк. Российская армия никогда не атаковала мирных жителей. Как журналистам работать с такими заявлениями? Знаете, Денис, я понимаю, о чем вы говорите. Россия дала несколько различных интерпретаций того, что произошло. Но я все равно считаю, что нужно обращаться к другой стороне, к другому источнику. Говорить ему, вот, по нашим данным, произошло вот это. Что вы на это скажете? И включайте это в свой материал. Может, кто подумает, что это правда, а другие скажут, что это просто несерьезно. Я не думаю, что вы, как журналист, можете игнорировать другую сторону. Я думаю, что вы должны обращаться ко всем источникам и пытаться выяснить, что произошло. Я знаю, что вы выступаете с лекциями последний месяц, рассказываете о том, как эта война меняет медиасферу. Освещение этой войны мне напомнило то, как медиа освещали, например, пандемию, когда приходилось разговаривать с людьми, которые ставят под сомнение очевидные вещи. Эффективность вакцины, результаты выборов. Кто-то вообще считает, что земля плоская. Что делать в такой ситуации журналистам? Приглашать плоскоземельщиков в эфир, но ведь получается, что мы легитимизируем дезинформацию. Знаете, я думаю, что если вы журналист, вы должны использовать свой здравый смысл. То есть вы абсолютно правы, что существует много дезинформации, фейк-ньюс и даже безумных новостей. Но знаете, теории заговора и все такое. Я не думаю, что полезно для вашей аудитории сказать «Смотрите, вот сумасшедший, который собирается сказать нам, что земля плоская». Иногда мне кажется интересным узнать, во что на самом деле верят некоторые люди. Мы с вами, вероятно, живем в одном и том же реальном мире. У нас есть представление о том, что происходит в США, в России, в других странах. Есть много людей, которые верят в безумные вещи, которые просто невозможны. Я не говорю, что вы обязательно должны звать таких людей в эфир, но иногда важно сказать, есть такие слухи, это неправда, и мы сейчас объясним, почему это неправда. Я приведу пример. Это один из лучших примеров современной пропаганды, который я когда-либо видела. Был самолет MH17, малазийских авиалиний. Если вы помните, он был сбит, как предполагается, ракетой «Бук», и позже было проведено расследование, и было установлено, что это Россия поставила ракету «Бук». Я была в Москве в тот момент, когда это освещалось. Это была очень запутанная история, потому что в первые часы было около пяти различных теорий, которые выдвигали российские средства массовой информации и власти. Одна из них заключалась в том, что Путин летел в самолете недалеко, и украинцы хотели сбить его самолет. Потом была версия, что нет, это была украинская ракета. Теория за теорией, понимаете. И в этой ситуации я, как журналист, должна была сказать, вот теории, которые сейчас выдвигает российское правительство. У нас нет доказательств того, что они верны. Но это то, что говорит российское правительство. Будет проведено расследование. А уже затем появилась новая информация, и я смогла заполнить пробелы и уже сказать «это не может быть правдой». «Это не может быть правдой». А вот это, возможно, правда. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому я думаю, что нужно просто использовать здравый смысл, потому что ведь есть очень опасные теории. Мы их видели во время пандемии, когда были теории о том, что определенные лекарства для животных могут лечить ковид и тому подобное. Я бы не стала давать это в эфир, потому что это опасно для здоровья людей. У нас был выпуск на прошлой неделе. Мы говорили со сторонником Путина здесь, в Нью-Йорке. И здесь на самом деле много людей, которые поддерживают Путина, поддерживают войну. У вас есть какое-то объяснение, почему так происходит? Понятно, что в России, например, у людей ограничен доступ к информации, но ведь здесь куча источников. Да, это отличный вопрос. Я бы прежде всего спросила, какие СМИ они смотрят. Потому что, возможно, эти люди смотрят российские федеральные каналы, и они верят тому, что видят. Но вот если они смотрят американские СМИ, мне интересно, почему они так думают. Мне кажется, у некоторых россиян есть такое чувство, что они должны быть лояльными и патриотичными, что бы ни случилось. У них есть такое убеждение, что Россия никогда ни на кого не нападает. А нападают всегда на Россию. Россия никогда не может сделать кому-то плохо. Я думаю, что убеждение есть у многих россиян, и поэтому они не могут принять, не могут смириться с тем фактом, что Россия может ударить ракетой по торговому центру. Давайте вернемся в Украину, поговорим о фигуре, о личности Владимира Зеленского. Многие эксперты говорят, что если бы Владимир Зеленский сдался, уехал бы из страны в первые дни, то война пошла бы по другому пути, и Украина проиграла бы уже. Вы согласны с этим? Да, это так. Я действительно думаю, что роль Зеленского очень важна, потому что он очень харизматичный человек. Он знает, как работать со СМИ. Он очень, очень хороший коммуникатор. И я думаю, что другой человек, который, возможно, старше и не знает, как использовать СМИ или социальные сети, возможно, не был бы столь эффективен. То, что он, первое лицо, остался, это очень важно. Он не убежал. Некоторые люди ожидали, что он убежит, и война закончится через неделю, но этого не произошло. Тот факт, что он остался, что он выходит к людям показывать, что он продолжает борьбу, и это очень важно для украинского народа, видеть своего президента рядом с собой. Да, и для всего мира это важно, потому что вы посмотрите на то, как он общается с каждой международной организацией. Он выступает с видеообращениями, выступает по видеосвязи. То, что он сделал, это очень впечатляет. Как вы думаете, западные страны, США, Германия, Франция, ожидали, что Зеленский останется в Киеве и продолжит борьбу? Или они думали, что Зеленский уедет за границу, а Украина будет вынуждена вести мирные переговоры с Россией? Не могу сказать, о чем думало правительство США в тот момент, когда все начиналось, но я думаю, что Запад действительно предполагал, что Зеленский уедет из страны ради собственной безопасности. Вероятно, они допускали, что он не захочет уезжать, но это была бы хорошая идея, если бы он уехал, потому что страны Запада опасались, что Зеленского могут похитить, он может погибнуть при бомбежке. И тогда правительство было бы обезглавлено. У страны не осталось бы лидера. По этой причине западные страны ожидали, что Зеленский уедет. Но он этого не сделал, и мне кажется, именно поэтому сейчас мы видим такое единение украинцев. Именно потому, что их президент находится на их земле, рядом с ними. Вы много лет наблюдаете за тем, что происходит в России, в постсоветских странах. Что вы думаете о будущем Южной Осетии? Судя по заявлениям последних недель и месяцев, можно ожидать, что там пройдет референдум, и регион будет присоединен к России. Сколько появилось мест на Земле, которые хотят присоединиться к России, да? Очень интересно. Мне кажется, цель таких референдумов – дестабилизировать страну. В данном случае это Грузия. Если в Грузии есть две отделившиеся республики или отделившиеся районы, это дестабилизирует ее политически и затрудняет ее вхождение в Европейский Союз или в НАТО. Они никак не могут стать частью НАТО, если у них есть два региона, которые находятся под контролем России. Москва это понимает и заинтересована в том, чтобы поддерживать нестабильность и в Грузии, и на Донбассе. Как вы думаете, насколько украинские бойцы, украинский народ истощены, чтобы продолжать воевать дальше? Очень трудно сказать, потому что я не в Украине. Я могу полагаться только на новости, которые читают. И, похоже, все думают о том, что война будет продолжаться долгое время, и украинцы, судя по всему, хотят продолжать воевать. Одна из причин в том, что они не хотят сдаваться. Вторая причина – они получают все больше помощи от США, НАТО и Европы. Они получают оружие, более сложное оружие. Россия использует много артиллерии, у нее действительно много артиллерии. Военные отчеты, которые я вижу, хотя я и не военный эксперт, говорят о том, что оружие России расходует очень быстро. Поэтому украинцы рассчитывают на то, что США и Запад будут продолжать им помогать. Тем не менее, тот факт, что Россия на днях атаковала Киев и другие районы, которые ранее не подвергались таким бомбардировкам, вызывает беспокойство. Это очень тревожно. Похоже, Россия решила, что раз не может взять под контроль Украину, то следует ее уничтожить. Усталость от войны – это явление, которое мы сейчас наблюдаем. Очень хорошо видно в американских медиа – CNN, New York Times, других новостных изданиях. Они больше не показывают войну в Украине как главную тему. Есть много других проблем дома. Верховный суд, цены на бензин – это ожидаемый этап войны. И кто от этого выигрывает? Путин? Ну, я думаю, что, несомненно, есть некоторая усталость. Я могу понять это, потому что, знаете, вначале было много новостей, как мы оба знаем, может быть, около двух месяцев. Но потом посмотрите, что происходит в Соединенных Штатах. Есть проблема с оружием, нападение на школу, высокие цены на бензин, политические проблемы. Мы прямо сейчас смотрим слушание о штурме Капитолия. Много всего происходит. И не забывайте, что в любой стране наступает пора отпусков. Мы вступаем в лето, люди думают о своих отпусках. Да, это немного грустно, но такова реальность. Для американцев, я думаю, важнее смотреть на цены на бензин, чем на то, что происходит в Украине. Это не значит, что американцы не поддерживают Украину, но это значит, что они уделяют ей меньше внимания. А если они уделяют ей меньше внимания, это не помогает Украине, это помогает России. Интересно, что и в России, насколько я понимаю, правительство также пытается заставить людей забыть о войне. Чтобы, живя в Москве, люди не думали о том, что в Украине идет война. Чтобы вы были убеждены, что продолжается нормальная жизнь. В экономическом плане так не будет. Есть проблемы с инфляцией, потерей рабочих мест из-за санкций. Но я думаю, что российское правительство пытается заставить россиян забыть о войне, потому что если россияне будут думать о войне, это породит нестабильность. Ведь люди начнут волноваться о том, что идут бои, что погибают их сыновья и так далее. Так что, да, это происходит и здесь, и в Европе, кстати, тоже цены на газ, например, для отопления. Это не важно сейчас, летом, но будет важно зимой. Так что усталость есть. Но это работает на Путина, верно? Ну, я думаю, это помогает Путину. В том смысле, что это вредит Украине. Потому что Украина говорит, обратите внимание, люди умирают, нам нужна помощь и так далее. И если люди в Соединенных Штатах или в Европе не будут обращать на это внимание, то, возможно, не будет такой большой поддержки для отправки оружия или оплаты более высоких цен на газ, ну, вы знаете, здесь, в Соединенных Штатах. В этом смысле, я думаю, это вредит Украине. В промежуточные выборы совсем скоро многие предрекают поражение Демократической партии. Победа республиканцев будет означать, что помощь Украине прекратится? Ну, вы знаете, когда дело доходит до Украины, есть много республиканцев, которые поддерживают Украину. Так что я не уверена, что ситуация радикально изменится. Сейчас демократы поддерживают Украину. Это то, чего хочет Байден. Это то, чего сейчас хочет правительство с республиканцами. Дело не в том, что республиканцы не хотят помогать Украине. Они считают, что у нас сейчас другие приоритеты. Мы должны помогать американцам делать что-то для Соединенных Штатов, а не тратить деньги на другие страны. Именно такого подхода часто придерживаются республиканцы. Но я не думаю, что политика радикально изменится именно потому, что есть довольно много республиканцев, которые поддерживают Украину. Джу, большое спасибо за ваши ответы. Хорошо, доброе счастье, Денис. Спасибо большое, Джу.